Привет, друзья! Сегодня у нас с тобой новенькая игрука под названием Ваши органы, пожалуйста. Я в неё ещё не играл. Ох, ну теперь оно холодное. Кофе остыл, походу. Ну ладно, я вообще кофе не люблю. Тут даже какие-то диалоги на заставке в начале игры. Хотя мы даже ещё не начали. Короче, вот теперь мы начинаем. Погнали. Истощив присутствие планеты, мы устроили кризню за кофе. Поднять у соседа проще, чем разумно употреблять. Финал был предсказуем. Дядерная война. Чё, дальше? Окей. Мы уничтожили природу. Проняли её на радиоактивной ружьей. Странно, но жить под треск счётчика Гейгера нам не понравилось. Ужас какой хуй. Пытаясь выжить, мы построили в вертикали гигантские памятники для умирающего человечества. Сперва они заменили нам города, затем и страны. Но от голода не спрячься. И руководство вертикально пошло на крайнюю меру. Переработку своих граждан. Кто как не сосед, протянет тебе руку помощи и на обед. И вправо. Закар человечества был уже близок. Когда чудом несъеденные астрономы обнаружили экзопланету. Это наш шанс начать всё сначала. Какие-то они бледные. Тут розовый, тут зелёный, там жёлтый. Там очень непонятно, какого цвета. Вот она планета. Земля, это же Земля. В вертикали начали строительство космических кораблей и ковчегов для колонизации нового мира. Но попадут туда не все. Хошмурши побежали. План? Корабля, да? Там уже кто-то сидит. Вот конкретно уже нарисовали. Это мэр, наверное. А можно по-русски, пожалуйста? Я тут нифига не понимаю. Они, короче, решают тесты какие-то. Типа, кто всё правильно, хорошо сделает, тот проходит на корабль. Отборочный тур, короче, да? Опа. Бабоськи занесли. Он такой с F на A++ заменил. Типа, вы проходите. Вот так вот. Коррупции идти-колотить. Типа, это был я, и я устроился при помощи бабла на работу, что ли, или чё? Выживаемость. День первый. Это моя новая должность. Ладно, начнём день. Поздравляю с назначением на должность управляющей заводом. Мисс Макнейл. А, точно, это я занёс бабло, прикинь. Ой, ладно. Мне настоятельно рекомендовали провести вам подробный инструктаж. Это странно, учитывая ваши отличные результаты на экзамене. Уверен, ваш дядя из синдиката гордится успехами племянницы. Жаль, его арестовали. Но не будем о грустном. Ваша работа выполнять заказы на производство, и первый заказ в стартовый комплекс для ковчега. Угу, описание. Комитет заказ... А, я хочу читать. И от винта, от балды. Я всё равно денег занёс, меня отсюда не выгонят, наверное. Чё, пойдём на завод. Вам надо лишь назначить туда сотрудников, перетаскивая их портреты. Назначить двух сотрудников на цех костей, а одного на любой другой. Да, вообще, без проблем. Громов. Сергей Громов. Значит, идёшь на кости. Татьяна Калинина. Тоже идёшь на кости. И третьего, это кто у нас? Вонючка, смотри, у неё в описании написано, что она Вонючка. И у неё есть растерянность. Любовь Воробьёва. Мы отправляем куда? На волосы, кровь, кожа, мясо, ткани. А фиг его знает. Слушай, ну кости нужны. Тогда и кожу давай, пусть будет. Вначале же кожа снимается, потом кости добывается. Правильно? Остатки тела сжигают в печи. Это топливо для завода. Ох, как всё серьёзно. Для постройки ковчега и выполнения заказов нужны тела. Много тел. Кандидаты на переработку придут сами. А вам надо лишь потянуть за рычаг. Окей. Тебя заждались внизу. Я иду. Я уже пошёл вниз. Игорь Беляев. Смотри. Доктор. Он доктор. Одиннадцатого года рождения. Интеллект минус 30. Стрессовосточность минус 37. Выносливость минус 43. Дружище, извиню. У тебя показатели говно, поэтому ты перерабатываешься. Всё, он сгорел нафиг. Денис Тарасов. Доктор. Две тысячи десятого года рождения. Показатели говно переработать. Милана Осипова. Девяносто восьмого... О, да ты старуха уже вообще девяносто восьмого. Я не знаю, какой сейчас год на самом деле. Но учитывая, что тут 2011 год, здоровяки такие здоровые, мужланы приходят. То тебя тоже переработать. Лариса Комарова. Инженер. 2009 года рождения. Молоденькая. Переработать. Показатели говно. Кристина Осипова. Инженер. Тоже переработать. Валентина Киселёва. Ух, бабуля. Вот тут видно, что бабуля прям конкретно. Восемьдесят восьмого года. Сжигаем. А, подожди. Вот, вот это сжигаем. Теперь же... А подожди, а вот это что я сделал? А, подожди. Вот это, скорее всего, я отправлял на склад. Ё-моё. Насрать мне в тапки. Я всё не так сделал. Так не всё понял. Ну ладно. У меня всё равно были при тестировании плохие показатели. Я же был двоечником. Значит, тебя тоже сжечь, Марина Голубева. Значит, Марина Голубева. Разжечь. 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 Ставим печать. Что, который нам обязательно нужны? Вали отсюда. Значит, следующий... Наконец-то мужик пришёл. Павел Киселёв. Доктор. Киселёв, знакомая фамилия. Опа. Повысьте уровень выживаемости Ковчега, пропустив достаточно посетителей с положительной суммой параметров. Укомплектуем ими команду космических уборщиков. А, лады. Значит, повысить уровень выживаемости Ковчега, чьи параметры в сумме выше нуля. Лады, я понял. Читать умею. Значит, тебя, чё с тобой? Параметры говно, доктор, ты вообще нам не нужен. Сжечь его нафиг. Значит, а где показатели? Вот это чё, выживаемость. А вот у нас выживаемость. Значит, всё у нас отлично. А где понять, сколько нам топлива? Вот, вот это вот, наверное, топливо. Это чё, топливный индикатор? Да, точно, написано же, топливный индикатор. А вот это чё за... Вот это на склад отправлять, всё. Константин Виноградов, доктор. 2009 год, у него 30 тысяч... У него ноль. У него ноль, соответственно, давай мы его отправим на переработку. Уйди, дуэт. А чё здесь просто пустую карточку отдать? Не, она не берёт пустую карточку. Говорит, печать мне поставь, тогда я заберу её. О, Екатерина Заколова. Да у вас тут вообще всё отстойно. Давай мы тебя переработаем. Лидия Виноградова, учёный. Вот у неё показатели отличные, значит, тебя мы пропускаем. На, дуй. Огонь. Анна Яковлева, 32. Нет, у тебя не проходит. Чё мы с тобой сделаем? Завершено строительство деталей ковчега. Заказ выполнен, стартовый комплекс. Отлично. Тебя, значит, на переработку, на запчасти. Яна Прохорова. Мы тебя допускаем, у тебя всё отлично. Несчастный случай на заводе не редкость. Нам всегда нужны новые сотрудники. Сейчас вы можете нанять одного. Намейте посетителя с помощью карточки найма. Пусть выходит в завтрашнюю смену. Иначе он будет уставшим. Значит, нанять посетителя без проблем. Сейчас этим займёмся. Антон Кириллов, инженер. Инженер, в принципе, показатели у него отличные. Карточка найма. Ты нам подходишь, блондинчик с красными глазами. Ты чё, курил, что ли, чё-то? Почему у тебя красные глаза? Ты чё-то закапал в них или ещё? Короче, вот тебе карточка. Ты отправляешься в завтрашнюю смену. Завтрашняя. Карточка найма. На. Готово. Хорошо справляетесь, мисс Макнейл. Макнейл, интересно, как быстро вам удастся заработать 250 долларов на развитие завода и прочие расходы? Кто бы знал, слушай, кто бы знал, заработать 250 долларов. Короче, у нас появились заказы от государства. Это госзаказы, они очень важны. Если я их не выполню, меня, собственно, сожгут или пустят на расчленёнку, чтобы мои кости строили ковчег. Таким образом нам нужно, значит, произвести 40 килограмм ткани, 100 килограмм крови и 100 килограмм мяса. Значит, мы берём, значит, одного чувака отсюда, кидаем его на мясо. Давай, там, делай мясо нам. Мясо есть, кровь. Теперь на ткань. Стой, подожди, нет. Вот этого из костей мы берём и кидаем на кровь. Вот здесь кровь. Значит, кровь, кожа, кожа нам не нужна, нам нужна ткань. Ткань сюда, вот ты идёшь сюда. Всё, я всех перекинул, все работают и должно скоро у нас пойти показания вверх по мясу, крови и ткани. Так что здесь окей. Вонючку закинул на ткань, но она не может производить ткань, потому что у нас недостаточно ресурсов. Видишь, мне показывают, чтобы производить ткань, видишь, нехватка ресурсов на слайде, нам нужны волосы и кожа. Я знаю. Поэтому ты здесь пока не будешь работать, давай кровь добивай. Добивайте кровь, а я пошёл ещё кого-нибудь найму. Вас уже утомил мой инструктаж, мисс Макнейл. Предлагаю вам показать ваши выдающиеся навыки управления заботом. Смотри, по ресурсам у нас тут всё добывается, всё отлично. Хорошо. Значит, доктор, ты идёшь на ковчег, нам такие нужны. Тебя переработать, конечно же. Арсений Тарасов, инженер, иди трудись. А, нет, он на ковчег отправился, он не будет работать. Я же без карточки его отправил, работающий. Екатерина Логинова, учёный, отправляешься на ковчег. Чё, кто, чё сказал? Отключите радио, одно мне тут мешается. Инженер. О, инженера берём, значит, на работу. Карточка новая появилась, поэтому вот. Иногда на КПП будут приходить представители фракции, правительства, синдиката и церкви добродетели. Руки земли тоже могут рискнуть пройти. Комитет выступает за сохранение баланса сил на ковчеге. Надеемся, причастность к синдикату не помешает вашей объективности при обработке колонистов. Понятно. Здорово, Шанис, а ты неплохо устроилась. Дяде твоему за решёткой похуже будет. Но ты не забивай голову, синдикат его скоро вытащит. Перевести на ковчег сотрудника с завода для синдиката. То есть мне нужно... Тут написано, что это всё, конечно же, нелегально, неофициально, подпольно. Короче, мне, походу, и надо будет помочь. Кстати, для тебя есть рвотёнка, нам нужен фраер для одного дельца. Это подберёшь из-за работяг. Может, мне её сжечь, что ли? Опустить её сразу на дно. Получено достижение. Попытка не пытка. Давай её сожгём. Нет, не прокатило. О, тут у меня ещё кнопочка белая есть. Это свет выключает, понятно. Давай-ка на завод отправимся. Хотите перевести сотрудника на ковчег, мисс Макнейл? Разумеется, вы можете это сделать, но советую не злоупотреблять властью. Одного лучше поставить в цех мясо, а от другого пора избавиться. Слушай, мне нравится. Чувак, работал у тебя на заводе? Работал, нормально так работал. Он тебе потом надоел, ты его взял, сжёг или на запчасти пустил. Давай, короче, мы отправим на ковчег самого усталого. Это у нас Татьяна Калинина. Обаньки. Открылась её личная карта. Здесь мы можем Калинину переименовать вот в такую фамилию. Значит, пойдёт. И отправляем её на ковчег. Письмо какое-то пришло. Принят новый принцип фракции Синдикат Трицелли. Любыми методами. Значит, у нас увеличилось на 15%. Что, что, что вот это вот? Значок гаечного ключа пока непонятно. Количество получаемого стресса у башни увеличивается на 15%. О, блин, это плохо. Синдикат разработал сверхэффективные методы мотивации сотрудников. Но все они негуманные, а часть ещё и незаконные. Ну, что поделать. В этом я виноват, потому что отправил Татьяну Кал в ковчег. Принимаем, значит. После окончания смены Татьяна Кал отправляется в ковчег. Окей. А, подожди, знаешь, что я забыл посмотреть? Ресурсы по ресурсам. Ну, что у нас? Ну, так себе, слабенько идёт пока что. Вы неплохо освоились, мисс МакНейл. Продолжайте работать в штатном режиме до конца смены. А сколько у меня до конца смены? Подскажите, пожалуйста. Значит, тебя мы отправим на... На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-вчасти. Топливо у нас на... А, ты что в скафандре? Дмитрий Давыдов. Доктор. Тоже отправляем на расчленёночку. Маргарита Васильева. Инженер. О, тебя мы примем. Давай. Наконец-то мы починили часы, мисс МакНейл. Вам надо завершить все задачи до конца рабочей смены в 20.00. Панкин Ковчеги. Учёный. Нифига себе, Юрий Киселёв. Ладно, проходишь. Ты у нас похож на... Смотри, какая у него лысина страна. На монаха похож. 42.29. Значит, ладно, проходишь. Дуй отсюда. Время пришло. Хорошая работа, мисс МакНейл. Ваш рабочий день на заводе закончен, как и наше с вами сотрудничество. Удивлены? Ваш дядя планировал захват власти в комитете. Шантаж, подкуп, убийство. Методы, привычные для синдиката. Но цель оказалась ему не по зубам. Мы знаем, он пристроил вас сюда за взятку. Вы показали себя хорошим сотрудником, но комитет не может вам больше доверять. Чё, вы меня сожгёте или пустите на шленёнку, или чё? Документы на вашу переработку подписаны. О, нет, боже мой, меня сейчас переработают. Не сопротивляйтесь охранникам. Ваше тело послужит на благо вертикали 5. Прощайте, мисс МакНейл. Ну вот, я не хочу завершать день. Ладно, надеюсь, что... О, я 250 долларов не смог заработать за сегодня. Всего лишь 200. Ну и ладно, погнали. Вертикал 77. Шпионы, шпионы! Ну нифига себе. Учёного скрымзили у нас. Не говорите, что это я в наручниках. Сижу, чё-то там подписываю. Патрик. А, теперь нас зовут Патрик, да? Утро, день первый. Доброе утро, граждане вертикали 5. Шанис МакНейл. Шанис МакНейл. Переработана. Она возглавляла преступную группу... Прикольно, если по новостям так же делали. Которая хотела захватить власть в комитете. К сожалению, из-за риска саботажа мы отменили все решения мисс МакНейл по управлению заводом. А то есть тех людей, которых я сжёг, уже никак не отменить. Слушайте, обратно их не вернуть. И тех, которых я переработал. Новым управляющим станет Патрик Уэллс, руководитель космической программы, которого мы вызволили из плена террористов с вертикали 77. А, то есть тут вертикаль 5, в которой мы работаем, вертикаль 77, вертикаль, допустим, 33 или там 51. Это... они друг с другом враждуют, видимо. Пожелаем ему удачи и добра пожаловать на вертикаль 5. Лучшее место на земле. Это все новости на сегодня. Ждём вас завтра в то же время. Пойти на работу. Так, это я дома сидел, да, получается? Короче, если тебе понравилась эта игруха и ты хочешь увидеть, как я буду застраивать свой завод. Как мы будем бороться с синдикатом и с другими группировками. Как вообще мы будем здесь выживать. И в конечном итоге, после 30 дней, сможем ли мы улететь с этой планеты и заселить другую, то ставь лайк под этим роликом, подписывайся и увидимся в следующем видео. Так что, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok